Московский Большой Цирк Доступные квартиры в доступном месте В экологически чистом районе села Тарасовка Чистовая отделка и свои коммуникации Сдача готового жилья в конце 2013 года Подробности по телефону 502-8282 И на сайте www.gratrielty.ru Сеть магазинов верхней одежды «Алев» Объявляет грандиозную распродажу Скидки на всю коллекцию 2012 года До 50% Мутон, норка, тубленки, кожа, текстиль Ждем вас! Улица Чехова, 12, ТЦ, ВИД «Алев» – это стильно и выгодно! Хочу сказать слова благодарности Сотрудникам Пушинского телевидения За их профессионализм Креативный подход этой команды Умение, а самое главное – желание работать Благодаря Пушкинскому телевидению Спрос на нашу продукцию увеличился Люди узнавали наше заведение благодаря роликам Клиенты стали приходить гораздо чаще То есть стало намного интереснее За что им большое спасибо Отзывы наших клиентов – это не просто слова Это результат нашей плодотворной работы В своей работе мы никогда не стоим на месте Учимся новому и ищем интересные решения Теперь я с уверенностью могу сказать, что реклама на Пушкинском телевидении работает И она работает для вас Бутик цветов и подарков «Базар желаний» Поможет в новогоднем оформлении квартир, магазинов и офисов Композиции, елочные украшения, букеты, игрушки Такие подарки порадуют и детей, и взрослых Советы профессионального дизайнера Бутик «Базар желаний» сделает ваш Новый год особенным Московский проспект, дом 20 Здравствуйте! В эти предпраздничные дни у детей проходят елки, у взрослых – корпоративы И все же спасибо, что находите время, чтобы посмотреть наши новости Я Инна Полуянова, смотрите выпуски Спасение теплотрассы Трубы, по которым идет тепло в Правдинскую поликлинику, оставляют желать лучшего Как снежный ком В нашем городе стремительно растет число предпринимателей-нарушителей Неудобные болезни В кожной венерологическом диспансере больных могут принять анонимно Репка, елка, Дед Мороз Как встречает Новый год в садиках и школах Вот уже второй год теплотрасса Правдинской поликлиники не утеплена Врачи и пациенты опасаются, что это может привести к аварии Так ли это и какие будут приниматься меры, выяснила Алена Якубовская Врачи и пациенты Правдинской поликлиники серьезно обеспокоены Их теплотрасса уже второй год не утеплена На сегодняшний день утеплитель на трубах есть, но срок службы его истек В декабре 2011 года у нас, к сожалению, произошла авария на теплотрассе В то же время ее достаточно оперативно устранили Но, к сожалению, есть одна проблема Проблема заключается в том, что ее не утеплили Таким образом, получается, что мы, по сути, отапливаем улицу И в дальнейшем те счета, которые мы оплачиваем, будут очень существенно возрастать Кто виноват и что делать? Именно с такими вопросами мы и обратились в администрацию района С самого начала теплотрасса Правдинской поликлиники находилась в хозяйственном управлении Управляющей компанией ОДО На момент подготовки к отопительному сезону 2011 года Теплотрасса находилась в исправном состоянии При эксплуатации 2012 года и при подготовке к 2013 года Теплотрассы передали ему в теплосеть хозяйственной ведения в аренду И в связи с прошедшим временем, то есть в течение года Необходимо было в нее вкладывать определенные средства, чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии Однако начальник теплосети утверждает, что передали ему теплотрассу далеко не в самом лучшем состоянии Это имущество нам было передано именно в таком состоянии Это не теплосеть привела в такое состояние, а передано было нам И мы только в этом году, силами, повторяюсь, администрации Изыскали возможность по утеплению данного участка Именно по утеплению, а не по замене Хотя требуется замена На данном участке теплотрассы вы видите состояние изоляции, которая порядка 10 лет находится в плачевном состоянии Ориентировочно к концу этой недели будут начаты работы по замене данного участка теплотрассы изоляции Будет производиться демонтаж старой изоляции частично, чтобы в связи с погодными условиями И монтаж новой изоляции, опять же, из матов минераловатных, рубероида Толщина изоляции будет порядка 80 мм, что обеспечит более лучшую теплодачу в поликлинике поселка Правдинский Утепление теплотрассы обойдется в 500 с небольшим тысяч, а вот полная замена в 2,5 миллиона Выделяет эти средства администрация Правдинского Эти средства были выделены на подготовку к отопительному сезону То есть на подготовку, они должны до начала отопительного сезона были израсходованы Закуплены материалы, оборудование и предоставлен нам отчет То есть до начала отопительного сезона должны были средства Сейчас на отопительный сезон уже почти 2 месяца как идет И соответственно никаких 2 месяца не было нам документов Но буквально сразу же после нашей беседы с Александром Ивановичем От теплосети пришел отчет о расходовании тех средств, которые выделены Подрядчик готов приступить к работе и утеплить теплотрассу. Сиркуляция воды в трубах сейчас в норме, все в изолированном состоянии, поэтому никаких аварий быть не должно. На сегодняшний день теплосеть уже закупила материалы и до Рождества теплотрасса будет одета в новую рубашку, а через год полностью заменена. Алена Якубовская, Антон Орловский, Виталий Ильин, Пушкинское телевидение. Предновогоднее настроение на городской планерке омрачило информацию о предпринимателях-нарушителях. Бизнесмены как будто сговорились, для многих из них закон не имеет никакого значения. Подробности далее. На Кудринское шоссе незаконно пытаются перенести автомойку. Администрация солидарна с жителями и считает, что место предприниматели выбрали неподходящее, ведь на этой дороге тротуар только с одной стороны. И если мойки быть, то машины перекроют проход для людей. Хотя там домов нет, но видно люди идут либо там на Топас, но в общем на предприятие именно с правой стороны. Но мы попросим административную инспекцию. Административную инспекцию мы тоже написали. Штрафными санкциями дело может не ограничиться и скорее всего на собственника мойки заведут судебное дело. Рискуют попасть в суд и те предприниматели, которые незаконно размещают свои объявления. На фасадах здания расклеивают и на опорах электропередач. В последнее время вот такие займы какие-то появились, а смотрю по всему городу они расклеены. В том числе и даже на том здании, где наш отдел располагается. Некоторым компаниям уже выписан штраф, а вот с теми, кто по их просьбе расклеивает объявления, сложнее. Нет у нас таких прав, чтобы подойти у них документы попросить, как-то установить личность и производить их несоответственно ответственности. Представитель Адмтехнадзора попросил сотрудников патрульно-постовой службы внимательнее отнестись к таким нарушителям, потому что число их растет с каждым днем. Это подтверждают руководители территориальных отделов города. Весь город в этом Томаде, он в том году писал еще на заборах, на дорожах. Телефон везде один и тот же. Он висит даже до строителя, до кище, вдоль железной дороги, прям вешал на каждой станции одни и те же таблички. Мы ему звонили, он говорит, в принципе у них уже это все отработано. Это не я, это мои конкуренты для того, чтобы меня с рынка специально развешивать. Отговорок у предпринимателей придумано уже предостаточно, но власти не отчаиваются и находятся все новые способы борьбы. Давайте устроим ему веселые праздники. Просто потому, что нельзя оставлять безнаказанное любое действие. Любое наше бездействие приводит к тому, что этот ком только наворачивается в большую сторону. Кроме растущего кома проблем с предпринимателями, на большой снежный ком начинает походить и наш город. Снова выпал снег и наступившая оттепель постепенно превращает его в кашу, с которой дорожникам придется не сладко. Та техника, которая есть сейчас в городе, возможно опять не сможет справиться со стихией. Все праздничные дни, на воду передвигаться по городу надо. У нас у крупных предприятий нормальных нет тех, которые мы опросили всех до одного. Эта проблема так и осталась нерешенной. Зато тепло наконец-то пришло во все дома города и района. Как отметил глава, люди все чаще звонят не жаловаться, а благодарить. На этой неделе было несколько обращений граждан с просьбой почистить, навести порядок, устранить, дать воду. А впервые пришли к пищу, когда люди благодарят территории за то, что все-таки многое делается. Это касается и клязьмы, и микрорайон Держинист. Всегда приятно, когда люди оценивают нашу работу. Алена Якубовская, Антон Орловский, Виталий Ильин, Пушкинское телевидение. На этой неделе в большинстве садиков и школ прошли новогодние мероприятия. Наши корреспонденты подготовили несколько праздничных репортажей. Во вторник в Правдинском детском саду Машенька взрослые и дети по очереди отыграли на сцене новогодний утренник. Причем малыши от 5 до 7 лет продемонстрировали завидный профессионализм. Они пели и танцевали, как настоящие артисты. Это утро в детском саду Машенька было необычным. Дети водили хоровод вокруг елки и ждали чудо. Скоро Новый год, а значит подарки, веселье и много сюрпризов. Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, белки шушак не грызут. Зайцы рядом с волком на колючей елке. По сценарию ребята готовились к празднику Нового года. И все было бы как в сказке, если бы не озорниться Баба Яга со своими проказами. Она украла посох Деда Мороза. И все из-за того, что ее на праздник не позвали. После танцев, песен и стихов Баба Яга думалась и стала доброй. Дед Мороз вышел и посохом своим волшебным елочку зажег. Светом радости гори! Светом радости гори! После на сцену вышли родители и показали детям сказку репка. Чтобы вытащить этот вроде бы простой овощ, надо разгадать загадку, спеть частушку, показать фокус и много чего еще. Только продемонстрировав все свои таланты, Дед и Бабка со товарищей смогли вытащить репку. В этом празднике принимали участие родители, они показывали сказку, потому что в этой группе с этим воспитательным воспитателем Татьяна Ивановна Бондарчук всегда привлекает родителей к проведению праздника. Детям это очень нравится, но и родители с удовольствием откликаются на это. В конце праздника каждому досталось по сюрпризу из волшебного мешка Деда Мороза. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Талилин, Пушкинское телевидение. 25 декабря в Правдинской школе номер 2 прошла новогодняя елка главы городского поселения Правдинский. Посельчанам посчастливилось увидеть новый мюзикл Пушкинского музыкального театра. На представление побывала наша съемочная группа. Холодный час по ночи, безумный синий клет, Божественный младенец родился на земле. И чтоб об этом помнили повсюду и всегда, Зашла на небе новая звезда. Так начинается новогодняя сказка Марисы Матерлинка «Синяя птица». Под Рождеством мальчик из бедной семьи Тильтиль остался без подарков, потому что у родителей не было денег даже на кренделек. От обиды ребенок решил продать синего скворца девочке Митиль, которая давно мечтала о ней. Но птица выпорхнула из рук и улетела. Чтобы ее найти, ребята отправились в путь. Такую сказку в исполнении Пушкинского музыкального театра подарила юным правдинцам администрация городского поселения. Глава Пушкинского района городского поселения Правдинский Андрей Кузьминков приветствовал ребят по-отечески. Учитесь хорошо, слушайте своих родителей, бабушек и дедушек уважайте, помогайте. Вы такие замечательные, красивые, удивительные. Сказку смотрели с большим удовольствием и дети, и взрослые. В спортивном зале Правдинской школы номер 2, переоборудованном под сцену, не было свободных мест. Актеры тоже были на высоте, чтобы донести до зрителей главную мысль сказки. Мечты притворяются в жизнь, если в них верить. А уж администрация позаботится, чтобы жизнь в поселении с каждым годом была все лучше и лучше. Родних правдинцев хочу поздравить от всей души, пожелать им добра, мира, удачи в новом году. Хотя он не простой будет год, но, во-первых, у нас есть небольшое такое чувство, когда мы не любим число 13. Число 13 вообще на самом деле замечательное число. Следующий год будет лучше, чем предыдущий. Поэтому я хочу пожелать всем мира, добра, благоденствия. После представления, что называется, на десерт, малыши работников бюджетной сферы получили еще и сладкие подарки. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Виталий Лин, Пушкинское телевидение. В четверг Дом культуры Пушкина наполнился радостной суетой и детским смехом. Ёлка главы города вызвала повышенный интерес у юных пушкинцев и их родителей. Аниматоры, волшебный спектакль, сладкие подарки, в общем, все как надо. И, конечно же, добрые пожелания самого главы города. Я, как глава города, постараюсь передать Деду Морозу со Снегурочкой все те ваши чаяния, которые вы передадите через своих самых близких волшебников, через своих пап и мам. Желаю вам всего самого доброго. С наступающим вас Новым годом. Действие, которое развернулось на сцене Дома культуры, многие уже видели. Премьера мюзикла «Синяя птица» Пушкинский музыкальный театр дал старт постановкам этого спектакля по всему Подмосковью. Для нас это большая честь. Поэтому Пушкинская музыкально-театральная труппа уже не впервые выходит на сцену в этих костюмах. Спектакль новогодний с глубоким смыслом. Песня «Синяя птица» Актеры тоже всем нам хорошо знакомы. За несколько лет Пушкинский музыкальный театр собрал крайне одаренную команду. Поэтому при организации новогодней елки главы города за эту часть шоу можно было не переживать. Такие талантливые ребята смогут достучаться до каждого. Даже самые шумные и неугомонные дети, с которыми не совладали аниматоры, с первых нот наблюдали за мюзиклом с почтительным молчанием и неподдельным интересом. А это и есть признание. Павел Розин, Антон Орловский, Виталий Лин, Пушкинское телевидение. Пушкинский кожно-венерологический диспансер напоминает, что праздничное настроение не повод забывать о своем здоровье. Накануне Нового года наша съемочная группа побывала там, чтобы узнать, чего же стоит опасаться больше всего. Это препарат Демодексы глазного клеща, вызывающего Демодекоз. Его можно увидеть только через микроскоп. Сколько таких препаратов на своем веку видела Татьяна Хаперская, сказать сложно. Ее профессия – лаборант в Пушкинском кожно-венерологическом диспансере. Благодаря зоркости Татьяны Николаевны люди получают верный диагноз, а это главное условие успешного излечения. У нас давно старые микроскопы. Они у нас ни профилактику не делаются, ничего. В общем, обращаются куда не обращаются, пока им АОС не дала. Этому микроскопу уже 15 лет. Несмотря на такой почтенный возраст, он еще что-то показывает. Без него никак. Это самый важный инструмент в лаборатории. Приходится приспосабливаться. Вот мы зафиксировали его, и все. И мы легко смотрим. А здесь я должна навести, вот сейчас темно, подстроить. Это все, сами понимаете. Татьяна Хоперска – одна из шести работников кожно-венерологического диспансера. Его заведующая Валентина Долгина уже 31 год на своем посту. О врачебной деятельности она отдала более 40 лет. И сейчас Валентина Сергеевна успешно совмещает работу заведующей и врача. У нас работают врачи высокой квалификации. Большинство из них имеет высшую или первую категорию. Сестры все также имеют высшую категорию. Качество лечения наших больных нашими врачами значительно высокое. Ну и, конечно, наши больные требуют серьезного внимания, серьезного лечения с нашей стороны. Поэтому обращаемость в наш диспансер достаточно высокая. Эти люди верны своим принципам. В Пушкинском КВД, помимо венерических, лечат и различные кожные заболевания. Это псориаз, экзема, невродермиты, заболевания волос, заболевания ногтей, заболевания, другие заболевания, которые поражают кожную систему и слизистые оболочки. И требуют серьезного, так сказать, лечения. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать здоровый образ жизни, а также избегать случайных половых связей. Кто болеет, в общем-то, чаще всего, как венерическими, так и заразными кожными заболеваниями, это лица, которые ведут аморальный образ жизни, случайные половые связи, неправильное поведение, в первую очередь, в плане сексуальном, значит, половые контакты с малознакомыми или незнакомыми людьми. Кроме того, многие венерические кожные болезни можно получить бытовым способом – в общей бане или гостиничном душе, через предметы туалета, в общественном транспорте, от денежных купюр. Сложно проследить статистику и сказать, какое заболевание сейчас более распространено. А все потому, что многие обращаются за лечением в платные клиники. Больной, пролечившийся от венерического заболевания, должен находиться определенное время на контроле. Вот, сифилис, скажем, не менее трех лет, от года до трех лет, в зависимости от стадии гонореи, до трех месяцев. А там они получили лечение, и контроль излеченности у них порой не проводится, по той причине, что больной не хочет туда идти, исчезли проявления, он считает себя здоровым. А на самом деле бывает это не так. Любое заболевание, будь то молочница или сифилис, опасно. Самый главный совет, который дают врачи, при первых симптомах сразу же обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением по причине смущения. Ведь у любой запущенной болезни есть необратимые осложнения, такие как импотенция и бесплодие. И тогда, помимо физических, у вас могут быть серьезные психологические проблемы. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Талибин, Пушкинское телевидение. Журналисты пушкинских СМИ собрались на этой неделе в ресторане, но отнюдь не для того, чтобы отметить Новый год. Им поступило интересное предложение, от которого они не смогли отказаться. Ресторан «Пивас» пригласил к себе пушкинских акул-пира не только для промоушена своего заведения. Нам предложили немного отвлечься от критики и политики и переключиться на кулинарное искусство. Сделать своими руками десерт тирамису. Мастер-класс провел сам шеф-повар ресторана Андрей Бекиров. Белки от желтков отделяли? Отделяли. В процессе приготовления работники пира и микрофона открыли для себя много нового. Например, что хорошо взбитые белки не должны выпадать из миски, даже если ее перевернуть. Нежный сливочный сыр, воздушные печенья, пропитанные кофе с ликером, взбитые белки и вот содержимое креманок уже напоминает любимое всеми пирожное. Но чтобы этот полуфабрикат стал настоящим десертом, ему необходимо настояться в холодильнике как минимум полчаса. В это время работа опять взяла верх над кухней и журналисты устроили директору ресторана и его ближайшим помощникам небольшую пресс-конференцию. Главный вопрос – а что делает этот бизнес успешным? Главное в ресторане – это создание коллектива, который с душой относится к своей работе. Самая большая похвала, которая была здесь, когда пришли гости и сказали, что ваш ресторан с душой. Душа просто нарасхват и в журналистике, и в ресторане, как, впрочем, и в любом другом деле. А мы готовы не только глаголом жечь, но и делать что-то своими руками. Тирамису – лучшее тому подтверждение. Четвертая власть еще способна к нежности. Светлана Сафинская, Павел Розин, Виталий Ильин, Пушкинское телевидение. Внимание! В Пушкинском районе работает круглосуточная горячая линия «Дети в беде». Всех, кто имеет информацию о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними. О детях, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в неблагополучных семьях. Просим позвонить по телефону 8-916-210-07-91. Уважаемые телезрители, важная информация. Теперь наши новости и программы Пушкинского телевидения. В прямом эфире вы сможете видеть только у кабельного оператора «Радио Телестрой». Дело в том, что компания «Пушкина Телеком» прекратила трансляцию нашего Пушкинского телевидения в своих кабельных сетях. Переключайтесь на «Радио Телестрой» и вы всегда будете в курсе событий города и района. Телефон компании «Радио Телестрой» 539-2018 и 539-2702. Оставайтесь с нами. На этом наш новостной выпуск подошел к концу. После короткой рекламы вас ждет программа «Православное слово» с отцом Иоанном Клименко. А я вам желаю в этом году закончить все незавершенные дела, чтобы в Новый год вступить с легким сердцем. Удачи вам. До встречи. Московский большой цирк приглашает детей и взрослых 4 января в 17 часов во дворе спорта города Пушкино на новогоднее цирковое шоу «Деда Мороза и Снегурочки». Вас ждет единственный в России номер с гималайскими медведями. Телефон для справок 8-496-580-03-33. Доступные квартиры в доступном месте в экологически чистом районе села Тарасовка. Чистовая отделка и свои коммуникации. Сдача готового жилья в конце 2013 года. Подробности по телефону 502-8282-82 и на сайте www.gratrielty.ru. Сеть магазинов верхней одежды «Алев» объявляет грандиозную распродажу. Скидки на всю коллекцию 2012 года до 50%. Мутон, норка, тубленки, кожа, текстиль. Ждем вас. Улица Чехова, 12, ТЦ «Вит». «Алев» – это стильно и выгодно. «Алев» – это стильно и выгодно. Хочу сказать слова благодарности сотрудникам Пушкинского телевидения за их профессионализм. Креативный подход этой команды. Умение, а самое главное – желание работать. Благодаря Пушкинскому телевидению спрос на нашу продукцию увеличился. Люди узнавали наше заведение благодаря роликам. Клиенты стали приходить гораздо чаще. То есть стало намного интереснее. За что им большое спасибо. Отзывы наших клиентов – это не просто слова. Это результат нашей плодотворной работы. В своей работе мы никогда не стоим на месте. Учимся новым и ищем интересные решения. Теперь я с уверенностью могу сказать, что реклама на Пушкинском телевидении работает. И она работает для вас. Бутик цветов и подарков «Базар желаний» поможет в новогоднем оформлении квартир, магазинов и офисов. Композиции, елочные украшения, букеты, игрушки – такие подарки порадуют и детей, и взрослых. Советы профессионального дизайнера. Бутик «Базар желаний» сделает ваш Новый год особенным. Московский проспект, дом 20. Добрый день! Но остается задать глупый вопрос, как живется после конца света. Я почему шучу? Потому что конец света он будет. Но он будет не тогда, когда Нострадамус скажет, а тогда, когда Господь Бог определит. И вот жизнь человека, и особенно жизнь христианина, она должна всегда согласовываться, координироваться со святой волей Божией. Я еще раз процитирую слова апостола Павла своим языком. Он говорит, точнее Бог через него говорит, «Не говори, завтра пойдет туда-то и сделай то-то». Но если угодно Богу, пойдет туда-то и сделай то-то. Точно так же, когда угодно Богу, тогда этот мир и закончит свое существование. Но Богу угодно, чтобы мы предстали пред Ним чистыми, с чистой совестью, без грехов и именно так, как должны. А чистота достигается чем? Она достигается в таинствах. Это исплоть, это причастие. То есть в испуде все грехи, которые человек говорит священнику, раскаивается, прощает священник, прощает Бог. Я еще раз напоминаю. В причастии человек соединяется с самим Господом Богом. Это и с начала Царства Небесного. Если человек в этой жизни живет по воле Божией и живет с Богом, то есть по воле Божией жить, стараться не грешить, стараться бороться с плохим в себе. И в таинстве Исподи избавляться от тех грехов, которые у нас были, получать прощение. И больше не грешить у новых причастий, мы соединяемся с Богом. Я уж не буду говорить про другие таинства, в повенчании, в соборовании. То таким образом мы и живем по воле Божией. И после смерти соединяемся с Богом. Потому что происходит соединение уже в этой жизни. Потому что причинят соединение с Богом. И если большая часть людей будет жить в этой жизни именно так, то и конец света будет не скоро. Если люди будут жить по своим страстям, по грехам, будут делать все, что хочется, не так, как надо, будут жить не по совести, да, естественно, конец света будет приближен. Потому что Господь терпеть наше беззаконие не будет. А сейчас общая тенденция к тому, что живи как хочешь, делай что хочешь. Блудные грехи – пожалуйста, спиртное – пожалуйста. То есть все курение пропагандируется, в общем-то, наркотики – в общем-то тоже. Так как бы там ни было, все равно они культивируются. Мысль о них, о том, что это есть, что даже их надо где-то как-то жалеть, вместо того, чтобы с этим бороться. И много-много чего. И таким образом происходит что? Народ тонет в своей грязи, в своих страстях. И, естественно, таким образом мы сокращаем жизнь на земле. И, возможно, какие-то силы это хорошо знают, и это хорошо понимают. И поэтому именно культивируется вся эта грязь. Да, кстати, гордыня еще раз подчеркну. Строптивость, настырность, вот я. То есть адская жизнь на земле. Таким образом мы приближаем пришествие Антихриста. Если люди строят на земле рай, живут по законам любви, по законам совести, по законам чистоты, по законам церкви и ходят в церковь, то будет рай в этой жизни, и рай будет и у каждого после смерти. И пришествие Христово будет не скоро. Если люди живут по законам ада, что мы сейчас имеем, все живут по законам гордыни, блуда, пролюбодействия, разврата, пьянства и так далее, то мы живем против воли Божией, мы живем по законам ада, и, естественно, мы приближаем таким образом ад и, естественно, конец света. Точно так же, как до пришествия Христового, точнее, перед пришествием Христовым, 2000 лет назад, весь мир погибал от греха, весь мир задыхался от греха. И если бы не пришествие Господа Иисуса Христа, то земля бы уже давно прекратила бы свое существование. Просто Господь дал мощный импульс жизни всему человечеству и всей природе, и таким образом оживил все. Теперь этого уже не будет, уже будет второе, последнее пришествие Христово, пришествие с целью страшного суда. Поэтому это должно быть всегда у нас в душе, в уме, и мы всегда должны быть к этому готовы. И Евангелие говорит, блажен раб, который застанет Господина бнящим, то есть не спящим, не отдыхающим, не расслабленным. То есть, если мы всегда будем готовы встретить Господа, то мы блажены. Потому что если мы готовы, значит мы живем по совести, живем по заповедям церкви, по заповедям евангельским. Естественно, мы достойно встречаем Господа Иисуса Христа в Его страшном пришествии. Если мы живем так, как нам хочется, да, мы не готовы, и да, плохо для нас будет. Плохая участь наша ожидает и в этой жизни, и в той жизни. И эти идеи как раз вполне не то, что подходят, а должны нами быть в нас, особенно в канун Нового года. Потому что приходит Новый год. Ну, с одной стороны, какая разница, Новый год, не Новый год. То, что 1 января Новый год, это, так сказать, условная черта. Я когда-то это Новый год праздывался 1 марта, когда-то праздывался в осенние месяцы. Дело не в этом. Когда? И по какой традиции, как праздывается Новый год? Дело в том, что просто определенная черта, определенный рубеж. И вот как мы прожили этот период времени, от рубежа до рубежа, новогоднего рубежа до новогоднего рубежа. И как дальше проживем. То есть, так или иначе, с каждым годом жизнь каждого из нас приближается к концу, к личному концу нашему. Не к концу света, хотя и конец света тоже будет, еще раз подчеркиваю. А вот именно к нашему концу. И каждый человек должен быть готовым дать достойный ответ перед Господом, Богом. Ну, а сначала даже перед своей совестью. Как я прожил, как я год прожил. Много ли я хорошего сделал. А вот так, если мы прикинем, а много ли мы сделали хорошего. Ведь большинство, так вот посмотреть, мы по жизни злимся, раздражаемся, обижаемся, ругаемся. Кто-то нецензурно выражается. Упрямимся, настырничаем, строптивимся, там, завидуем, жадные очень часто бываем, еще кричим. А сейчас еще и тезис пошел. Жадность, это круто. Блудных грехов у нас полно. Мы уже стали настолько самолюбивы и строптивы, что мы не можем жить семейной жизнью. Каждый из супругов, вот по-моему, все. Вот я так считаю, я прав, я так хочу. И вообще-то мне обуза. И разводимся. И плевали мы на детей и на всех. То, что дети там страдают, то, что дети будут неполноценные. Я прошу не обижаться, но в любом разведенном браке, в любом браке уже второбрачном, дети не могут быть полноценными. Потому что должен быть отец и мать и любой другой дядя, отца никогда не заменит. И папа по выходным никогда папой не будет. Он превратится в маму. Потому что компенсирует то, что его нету, то, что он не в семье. Он просто балует ребенка чаще всего. Это не есть воспитание. То есть любой разведенный брак – это большое не только травмирование, это искалечение детей. И понятно, что они дадут, какие они вырастут и какие у них дети будут, ничего хорошего не будет. То есть мы живем именно по законам духовной грязи. Кроме грехов блуда, я еще раз говорю, почти не все, но почти все курят. Сколько там блуда, прелюбодействия, наркомании, сколько там супружеских парня изменяют друг другу, хотя числятся мужем и женой. И многое, многое, многое другое. Теперь, в прошлый раз мы говорили, а сколько своих глупостей и всевозможных людей сбрасывают в интернет. То есть свои страсти, которые их мучают, вместо того, чтобы с ними бороться, преодолевать, и люди сбрасывают в интернет, в эти сети социальные или какие там. И каждый вместо того, чтобы бороться, оказывается, получает некую поддержку и подпитку, что оказывается, не один такой плохой, что мы, в принципе, все такие, и давайте быть еще грязней. А мы тоже забываем, что это грех большой, мы это воспринимаем как благо цивилизации, думаем, что это хорошо. Да, хорошее во всем можно найти, в том же интернете можно хорошее найти и во всем, но, однако, больше плохого. Точно так же телевидение много показывает не того, что нужно для жизни, чистой совести, не того, что нужно для духовного и нравственного воспитания и совершенствования. Так или иначе, все это наша душа поглощает и пожирает грехом. Поэтому, находясь среди всего этого, надо бороться с этим, конечно, когда все это исходит в общем мировом масштабе, бороться с каждым отдельным человеком довольно сложно. Но если мы будем, с одной стороны, стараться быть меньше от этого зависимы, если каждый из нас будет бороться с тем же упрямством в себе, с той же гордыней, с тем же самолюбием, с той же завистью, с той же жадностью, с той же хитростью, с ложью, с осуждением и так далее, с глудными грехами и так далее, и так далее, и так далее, то мы совершаем дело Божие на земле. Ведь человек живет не для того, чтобы делать, чего хочется. Когда человек делает то, чего хочется, он становится рабом своих желаний. А желание нам подсовывает дьявол. Очень часто мы думаем, что это потребность тела. Нет. Нет. Если копнуть глубже, то некоторые потребности, которые там нужны человеку, может быть, там раз в месяц, а может раз в году, дьявол умудряется инспирировать там чуть ли не каждый день эти желания. То есть он подсовывает страсти. А мы думаем, что это потребность тела, необходимость тела. Так вот, если человек будет жить по своим желаниям, то он отпадает от Бога, и он впадает в рабство к нечистой силе. Если же человек борется с своими желаниями, преодолевает их, то он остается свободным от своих желаний. Он освобождается. А Бог есть свобода. Одно из главных свойств Божьих – это свобода. И всякий человек, кто борется со своими похотями, страстями и желаниями, и всем остальным, он освобождается. Он становится богоподобным. То есть он приближается к Богу, или обожается, есть такой термин. Богоподобный не в том, что как Бог становится, но он где-то приближается к Богу, очищается. И вот в этом смысл нашей жизни. То есть я, конечно, пожелаю в Новом году и здоровья, и счастья, и успехов, и помощи Божьей, и всего. Но хочу напомнить, что Господь даёт и здоровье, и счастье, и успехи, и свою помощь, и много чего даёт тогда, когда человек живёт по воле Божьей. А если человек живёт не по воле Божьей, а живёт по воле дьявола в большинстве своём, и даже не хочет думать, что это по воле дьявола, думать, что это по своей воле, ну, неважно. То разве будет ему Господь что-то давать и в чём-то помогать, когда человек идёт против воли Божьей? Конечно, не будет. Поэтому, чтобы иметь в этой жизни, или там в будущем году, какое-то счастье, какую-то помощь Божию, мы должны бороться с собой. А как может быть счастье у человека, который утопает в грехе гордыней? Если у человека гордыня, строптивость, упрямство, самомнение, самоизжаление, самооправдание, то есть я, он несчастный человек, он не может быть счастливым. Потому что он весь зациклен на себе. Это бесы живут по принципу я, нечистые силы живут, но она сама от себя мучается. И давайте мы вспомним Евангелие, когда Господь пришёл в страну Годаринскую, или в страну Гиргесинскую, то одержимые бесы верней, которые были в нём, закричали, не отправляй нас в ад, лучше в свиней. То есть бесам самим от себя тошно, в аду им тошно, им страшно самим от себя. Поэтому они куда угодно, хоть в свиней. Поэтому человек, который не борется с гордыней, да у него ад в душе, ему само от себя тошно. Я даже спрашиваю иногда у людей, которые там высокая строптивость, говорю, тебе само от себя не тошно? Тошно. Да, никто не отрицает. Так а зачем? Мы, как сказать, живём в гордыне, в упрямстве, в самомнении, в своём «я», в эгоизме, и хотим, чтобы было хорошо. Не бывает. Чтобы было хорошо, надо избавляться от этого. Надо жить в любви, в любви, в хорошем смысле этого слова, не в той, что там книги пишут. Любовь имеется вот так, которую церковь учит, которая жертвенная любовь, которую человек готов уступить во всём ради ближнего своего. А мы ради ближнего далеко не всегда уступаем. А что своим мнением поплатиться? Да никогда, я так считаю, и всё. Или как сейчас? Это твоё мнение, а это моё мнение, и не трожь. А вот давай я своё мнение ради тебя избавлюсь от него. Потому что, тем более, что у нас у всех мнение-то, в принципе, далеки от истины. Потому что, чем больше мы в грехах, тем дальше мы от истины. Так вот, чтобы быть счастливым, надо бороться со своей грязью внутренней, со своей гордыней. Чтобы быть счастливым в семейной жизни, то же самое. Надо бороться и с гордыней, и с упрямством. Надо принести жертву. То есть, семейная жизнь – это жертвоприношение. Жена себя принесет жертву мужу, муж, жене, дети, родителям. И наоборот. Тогда будет счастье. А мы хотим иметь счастье, а сами, не то что палец о палец не стукнем, а сами его разрушаем, уничтожаем своё счастье. Точно так же мы хотим быть здоровыми. А как мы будем здоровыми, если у нас море грехов. И внешних, и в душе, которые мы имеем, даже и показать стесняюсь, что они у нас есть. Конечно, мы не будем здоровыми. Или до какого-то периода побудем, может, пока за счёт резерва молодости у человека ещё там, от родителей он, по инерции, здоровье есть. А потом его не будет. Потому что любой грех, он разрушает здоровье. Потому что здоровье тела – это душа. Чем более целостная душа, тем более здоровое тело. Тем более здоровый иммунитет. Чем более разрушена душа, тем душу разрушает грехи. Тем более разрушенное тело, то есть больное. Потому что душа даёт жизнь каждому органу. То есть всему телу в целом. Каждому органу в отдельности. Каждой клеточке. Она управляется всеми внутриклеточными процессами душа. И тут большого ума не нужно, чтобы в этом убедиться. Заберите душу. Будет труп. Сразу всё становится. И любой грех разрушает душу. Естественно, искалеченная душа, разрушенная душа, не может правильно управлять телом. Естественно, будут болезни. А мы желаем, чтобы здоровыми быть, друг другу счастья, здоровья желаем. Мы сами разрушаем и желаем. Хотим, чтобы оно было. Если мы хотим, то мы должны жить так, как надо. Жить так, как положено. Жить так, как нас учит Святая Церковь. То есть, не по своим желаниям, не по грехам, а именно по воле Божьей. А это большая жертва, между прочим. То есть, надо делать не то, что я хочу, а то, что надо делать. Это тяжело. Это не так-то просто, это не так-то легко. Это трудно. Это труд тяжёлый. И поэтому вот святые, особенно преподобные, уходили в леса, в пустыни. Для чего? Чтобы именно вести вот эту внутреннюю борьбу со своими страстями. Со своими внутренними там какими-то похотями. Со своими той же самой гордыней. Со своими упрямством. И они побеждали. То есть, не потому, что им среди людей тяжело. Нет. Они находили такой путь. Да, это можно сделать и в миру. Это можно сделать и в семейной жизни. Даже, как сказать, в семейной жизни мы имеем больше шансов ломать себе плохое. Потому, что семейная жизнь нас как никогда, как ничто другое предрасполагает именно к жертвоприношению. И мы хотим, мы приносим себя в жертву ближнему своему или там своей. Или не приносим. И получается, вот да, у нас есть, но мы это не используем. Значит, получается, мы используем для чего? Для саморазрушения. И тогда, естественно, не будет у нас ни счастья, ничего хорошего. Но, однако, я еще раз хочу напомнить, что все этого хотят. И в этой жизни хотят счастье иметь. И после смерти хотят счастье иметь. Поэтому, чтобы это иметь, надо именно бороться с плохим в себе. Бороться со своими страстями. Хватит уже. Мы должны немножко напрячь себя. Напомню, что без помощи Божьей, то есть без испутия, без причастия, без соборования невозможно от грехов избавляться. Может только в испутии, в причастии, в соборование избавляться от грехов своих. Но, однако, что невозможно человеку, то возможно Богу. Если человек очищает себя от грехов, от страстей, то у него счастье и в этой жизни, и в жизни вечной. Желаю всего доброго. Желаю счастливого не только Нового года, а чтобы счастье было в течение всей нашей жизни. Но, еще раз говорю, для этого надо потрудиться и без помощи Божьей этого не достичь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Московский большой цирк приглашает детей и взрослых 4 января в 17 часов во дворе спорта города Пушкино. На новогоднее цирковое шоу Деда Мороза и Снегурочки. Вас ждет единственный в России номер с гималайскими медведями. Телефон для справок 8 496 580 03 33. Доступные квартиры в доступном месте, в экологически чистом районе села Тарасовка. Чистовая отделка и свои коммуникации. Сдача готового жилья в конце 2013 года. Подробности по телефону 502 82 82 и на сайте www.gratrielty.ru Сеть магазинов верхней одежды «Алиф» объявляет грандиозную распродажу. Скидки на всю коллекцию 2012 года до 50%. Мутон, норка, тубленки, кожа, текстиль. Ждем вас. Улица Чехова 12, ТЦ «Вид». «Алиф» – это стильно и выгодно. Хочу сказать слова благодарности сотрудникам Пушинского телевидения за их профессионализм. Креативный подход этой команды. Умение, а самое главное – желание работать. Благодаря пушкинскому телевидению спрос на нашу продукцию увеличился. Люди узнавали наше заведение благодаря роликам. Клиенты стали приходить гораздо чаще, то есть стало намного интереснее. За что им большое спасибо. Отзывы наших клиентов – это не просто слова, это результат нашей плодотворной работы. В своей работе мы никогда не стоим на месте, учимся новому, ищем интересные решения. Теперь я с уверенностью могу сказать, что реклама на пушкинском телевидении работает, и она работает для вас. Бутик цветов и подарков «Базар желаний» поможет в новогоднем оформлении квартир, магазинов и офисов. Композиции, елочные украшения, букеты, игрушки – такие подарки порадуют и детей, и взрослых. Советы профессионального дизайнера. Бутик «Базар желаний» сделает ваш Новый год особенным. Московский проспект, дом 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok When lights go down I see no reason For you to cry We've been through this before In every time In every season God knows I've tried So please don't ask for more Can't you see it in my eyes This might be our last goodbye Can't you see it in my eyes Can't you see it in my eyes Can't you see it in my eyes Телефон для справок 8 496 580 03 33. Доступные квартиры в доступном месте, в экологически чистом районе села Тарасовка. Чистовая отделка и свои коммуникации. Сдача готового жилья в конце 2013 года. Подробности по телефону 502 82 82 и на сайте www.gratrielty.ru Сеть магазинов верхней одежды Алиф объявляет грандиозную распродажу. Скидки на всю коллекцию 2012 года до 50%. Мутон, норка, тубленки, кожа, текстиль. Ждем вас. Улица Чехова 12, ТЦ, ВИД. Алиф. Это стильно и выгодно. Хочу сказать слова благодарности сотрудникам Пушинского телевидения. За их профессионализм. Креативный подход этой команды. Умение, а самое главное желание работать. Благодаря пушкинскому телевидению спрос на нашу продукцию увеличился. Люди узнавали наше заведение благодаря роликам. Клиенты стали приходить гораздо чаще. То есть стало намного интереснее. За что им большое спасибо. Отзывы наших клиентов это не просто слова, это результат нашей плодотворной работы. В своей работе мы никогда не стоим на месте. Учимся новому и ищем интересные решения. Теперь я с уверенностью могу сказать, что реклама на пушкинском телевидении работает. И она работает для вас. Бутик цветов и подарков «Базар желаний» поможет в новогоднем оформлении квартир, магазинов и офисов. Композиции, елочные украшения, букеты, игрушки. Такие подарки порадуют и детей, и взрослых. Советы профессионального дизайнера. Бутик «Базар желаний» сделает ваш Новый год особенным. Московский проспект, дом 20. Субтитры подогнал «Симон»